Творческий сезон открывается. Театры и концертные залы уже представили свои программы на ближайшие месяцы. Сегодня у гостя студии узнаем подробности 99-го симфонического сезона в Воронежской филармонии. Расскажет гость студии, заслуженный деятель искусств Воронежской области, дирижер Воронежского академического симфонического оркестра Игорь Вербицкий. Доброе утро. Доброе утро. Мне кажется, нужно даже поздравить. 99-й сезон – это следующий уже вековой юбилейный. Расскажите, как меняется музыка в Воронеже, как меняются оркестры и внутренняя какая-то жизнь творческих людей? Вы знаете, не только потому, что это 99-й сезон, у нас постоянная жизнь, у нас постоянное обновление коллектива. И, слава богу, в последнее время приходит большое количество молодых, талантливых музыкантов, потому что оркестр – это живой организм. И вот такое постоянное обновление, конечно, очень на руку нам и, конечно, слушателям. И по традиции мы стараемся максимально разнообразить наши программы. Мы с ними играем что-нибудь новое. А что это, например? Вот смотрите, у нас, по большому счету, один настоящий академический коллектив, симфонический, это наш оркестр. И мы имеем программы каждую неделю. То есть, соответственно, нужно все время выбирать, что мы будем исполнять. Вот вы представьте себе, у одного только Моцарта список его сочинений занимает вот такой вот том. То есть жизни не хватит, чтобы это… Не хватит. Поэтому мы все время должны думать о том, что нужно исполнить, какие произведения были бы сейчас актуальны, что не звучало по каким-то странным причинам, но являются гениальными произведениями. Вот, например, в этой неделе текущей у нас будет два концерта, как обычно, в пятницу и в субботу, где будут два произведения чешских композиторов, которые никогда в Воронеже не звучали. Это симфония совершенно замечательного композитора Яночика, написанная на народные темы. Замечательное совершенно произведение. А почему вы решили, что вот Воронежу сейчас они необходимы? Там какое-то особое настроение? Знаете, на самом деле Яночек, во-первых, у него юбилей в этом году. Раз повод. Раз, да. И вообще мы стараемся не проходить мимо этого, потому что всегда есть такой, знаете, толчок для того, чтобы вспомнить какого-то композитора, который, может быть, мы никогда почти что не играли, но от этого он не становится менее гениальным. Вот дальше, например, будет программа, в которой прозвучит симфония американского композитора Чарльза Айзен, которому 150 лет исполняется. Совершенно чудесная музыка, которая, в общем, очень редко звучит, но от этого она становится хуже. Что же касается Яночека, то уникальный совершенно композитор. Кстати, он был русофилом. У него есть произведения, написанные на русские сюжеты. Например, Катя Кабанова у него есть опера. Это «Гроза Островского». Да. У него есть произведения на сюжеты Достоевского. То есть это был человек, который очень был близок к русской культуре, на самом деле. И такая музыка считывается воронежцами, понимают ее? Вы знаете, у нас... Уже были репетиции, уже какие-то эмоции наверняка получили. Безусловно, да, конечно. Потому что сначала я вижу, как реагируют на эти оркестранты, да, потому что новое, они никогда этого не видели, не слышали. Им нравится, безусловно. Потому что, ну, это действительно одно из лучших произведений композитора и часто во всем мире исполняется. Вот. Также там будет очень интересное произведение, глубоко трагичное. Это памятник Лидицы Богуславу Мартину. Непосредственно, если вернуться и представить, что мы в концертном зале, как чувствуется музыка? То есть понятно, что когда она веселая, уже улыбка на лице, и может быть там кто-то даже на месте пританцовывает и зрителей. А вот этим настроением, как вы играете? Есть концерты, когда это грусть? Есть концерты, когда это радость? Или вы пытаетесь объединить все эмоции зрителя и самих музыкантов в одном выступлении? Вы знаете, тут довольно сложно. Потому что мое глубокое убеждение в том, что сходить на концерт симфонической музыки, это значит провести очень большую душевную работу. Может быть, с каким-то запросом даже нужно идти? Безусловно, потому что тема, к сожалению, возрождающегося фашизма, она, мне кажется, сейчас очень актуальна. И мы не должны забывать уроков прошлого. Поэтому я, в частности, включу в нашу программу и даме то произведение, о котором я сейчас рассказал. А во второй половине мы как бы смягчаем несколько настрой, и там прозвучит замечательный концерт Дворжика. У нас вообще такая получается тематическая программа чешской музыки для велончели с оркестром концерт, который исполнен замечательный велончелист Василий Степанов, лауреат конкурса Ячайковского. Вообще, надо сказать, что у нас многие лауреаты конкурса будут в этом сезоне. У нас приезжает снова замечательный пианист Александр Кличко. У нас будет Равиль Ислямов, потрясающий молодой скрипач, тончайший совершенно исполнитель и многие-многие другие. Что же касается развлекательного момента, то мы, конечно, тоже не чужды этому. У нас, например, будет исполнитель молдавский на флейте Пана. Да, да. Очень интересно. Флейта Пана, ну вот, может, в детстве вы играли, это такие трубочки, одна короче другой, да, и вот на них как на губной гармошке вот так вот играют. Вот. И можно играть детские мелодии, а можно играть целые серьезные симфонические произведения. Ну вот, слушатели в этом убедятся. Игорь Владимирович, скажите, вы собираете всю программу или, например, музыканты тоже приходят и говорят, вот я бы хотел предложить вот этот вариант, например, этого композитора или вот это произведение? Особенно, когда коллектив меняется, молодежь приходит, они со своим каким-то видением и желанием. Вы знаете, да, конечно, это бывает. Конечно, это бывает. Но в первую очередь это бывает в том смысле, что наши солисты, оркестр предлагают произведения, которые хотели бы исполнить именно как концертирующие музыканты. Да, то есть какой-то концерт для определенного инструмента с оркестром или же, может быть, какой-то ансамбль. Вот это вот чаще всего. Но если говорить о том, что аудитория молодеет, и это неосприимый факт, оркестр, концерт, как он видоизменяется? Может быть, какое-то шоу, мультимедиа появляется, какие-то костюмы, образы. Или с традиционным. Может быть, даже подтанцовку, потому что нужно же завлекать зрителей, особенно молодых. Как происходит это у нас в Воронеже? Вы знаете, я скажу так. Может показаться, что я ретроград или консерватор, но я считаю, что люди, которые приходят на концерт симфонической музыки, они должны прежде всего именно слушать музыку. Почему? Потому что человек так устроен, что его органы чувств не могут воспринимать все полностью. Вот вы, например, можете напеть какую-нибудь мелодию из фильмов, которые вы посмотрели недавно? Ну, это будет очень фальшиво. Нет, ну, я имею в виду, что это не совсем то. Вы приходите смотреть кино, понимаете? Если мы вешаем экран, показываем какой-то видеоряд, то люди, прежде всего, что? Смотрят. Музыка, это получается как подкладка. Вот посмотрите, что получилось у нас с классикой в 21 веке. Мы сейчас не можем назвать ни одного крупного композитора, ранга Чайковского, Брамса, я уж не говорю, Абахи. Нету их. Почему? Потому что композиторам, конечно, нужно тоже кушать. И все сейчас практически пишут для чего? Для кино, для шоу. Для рекламы. Для рекламы, да. Поэтому и получается, что на серьезное осмысление процессов жизненных, которые сейчас происходят, в общем, мало кто. Нет, есть, они есть. Они пишут. Получается, концерт симфонического оркестра — это такое событие, к которому нужно подготовиться в первую очередь внутренне. Потому что, я так понимаю, вот из нашей сегодняшней беседы, это и влияние эмоциями, и уже под конец расслабления, как практика йоги, мне кажется, только музыкальная. Ну, знаете, по-разному. Не отвлекаясь на какие-то факторы, ты внимаешь эту музыку. Ну, не совсем. Не совсем. Потому что я бы сравнил это с восприятием серьезной литературы. Понимаете, в чем дело? Одно дело, если вы читаете комиксы, а другое, если вы вот, наконец, возьметесь и перечитаете «Войну и мир». Вот те, что сделал, например, прошлым летом. Совершенно другое восприятие. Потрясающее глубины. И просто поражаешься, как человек написал уже много лет назад произведение, которое так же актуально и по сей день. Понимаете, в чем дело? И поэтому я считаю, что классическая музыка, она не перестает быть актуальной так же в наше время, потому что глубина мысли, которая там заключена, она действительно восхищает и улучшает человека на самом деле. Хочется сказать, что Воронежцам повезло иметь такое культурное разнообразие, а самое главное, где-то поразвлекаться, а где-то, вот как мы сегодня это определили, грамотно послушать, вникнуть в музыкальные процессы и эти звуки. Спасибо большое за интервью и желаем вам хорошего дня сегодня. Спасибо. Напомним, этим утром беседовали с заслуженным деятелем искусства Воронежской области, дирижером Воронежского академического симфонического оркестра Игорем Вербицким. «Утро вместе» продолжается.